Доброго дня вам всем, ребят! Значит, тема, которую сейчас хочу озвучить, совсем неинтересна будет, наверное, множеству зрителей моего канала, те, которые находятся в других регионах, и это не интересует их. И тема даже не по тематике канала. Но если бы мне написали 5 человек такие вопросы, то я бы не стал впутывать в это видео. А на самом деле мне написали уже, наверное, более полусотни на эту тему. И еще, не знаю, сколько документов мне прислали своих разных там прав, кодов 95 и того всего разного. И, ребят, речь пойдет о том, могу ли я работать на итальянской фирме? Ищут ли рабочих у вас водителей у вас на фирме? Ищут ли в Италии вообще водителей? Да, ребят, ищут у нас на фирме водителей. Да, в Италии везде ищут водителей. Хотя я бы не сказал, что от этого, что ищут, везде их к ним относятся там как надо было бы, как я считаю, по-нормальному. Но тем не менее ищут. Есть фирмы, которые там где-то возле Бергамоа на севере позакрывались от того, что нету персонала. Есть статистика какая-то в интернете, что там нехватка по региону какому-то там. Я не буду цифрами сейчас, чтобы не сказать какую-то глупость. Где-то там 40 тысяч водителей не хватает в какой-то там территориальной единице. Да, это все есть. И вы мне спрашиваетесь, казалось бы, так, в чем вопрос? Я еду. Ребят, но ваш вопрос обстоит чуть-чуть неправильно, потому что мне как-то, извините, что я может быть буду как-то даже с иронией к этому относиться. Но мне странно, что взрослые люди таких вещей не понимают. Не понимают что? Ребят, у меня есть права, у меня есть код 95. Вы это говорите, вы это показываете, вы это присылаете мне. Вы, отучившись там каких-то 2-3 недели на код 95, вообразили себе, потому что привыкли всю жизнь, что там в Украине, в России вообще все на халяву дают, за Магарыч, да, нигде не учились, что это что-то вы кого-то победили, что-то сделали, получили код 95. Но на самом деле эта история обстоит так. У меня есть брелок для ключей, все, дело в шляпе, осталось построить гараж и купить машину. Но все-таки есть брелок. Ребят, что такое код 95 или права, если вы в этой стране не имеете права находиться? Я не понимаю, почему никто, ни один меня не спрашивает про эмиграционные права того или другого государства, вернее Италии, относительно их государств. Как вы можете здесь работать, если вы не имеете права здесь находиться? Украинцам вообще очень сильно запудрили мозги без виза. Типа без виз, без виз, без виз я вам скажу кратко, что это, во-первых, политические шаги политиков. А что он вам дает право? Он вам дает право сфотографироваться на фоне Эйфелевой башни, сфотографироваться на фоне Колизея. Он вам абсолютно никаких прав не дает в трудоустройстве. Абсолютно. Может быть, кто-то не понимает, почему так, почему я работаю в Прибалтике, или мой друг работает в Прибалтике, а не может работать там в Италии, и работает в Польше, причем, потому что эти государства, у них образовался сильный вакуум в рабочей силе, и они на государственном уровне приняли, чтобы открывать вам рабочие визы. Вы делаете рабочие визы, и вы там работаете. Кто-то едет там клубнику собирать, а кто-то ездит на фор. Италия рабочих визы не открывает. Во-первых, она имеет свои, свою безработицу. Во-вторых, у них здесь под боком румыны, ребята с Молдавии, с румынскими паспортами почти все, ну и Болгария еще частично. Эти люди для них уже члены Евросоюза. Если говорим о румынах, то они почти сразу же понимают их язык, а через две недели уже могут неплохо говорить, приблизительно как вы с Украиной или с Россией, с Белоруссией, с поляками. То есть это выгодно для них, и это беспроблемно, им не нужно, и у них нет этого вакуума. Сейчас, что относится к вашим правам? Украинские права, например, потому что я буду говорить про Украину, но, наверное, такое же отношение. Италия вообще не признает для трудоустройства. Для них это никакой не документ. Сейчас, где-то последние годы, я уже не имею точной информации, потому что не интересуюсь, мне это не нужно. Ввели, что что-то там, кто-то до четырех или после четырех лет имеет право поменять на итальянский. Только тогда может ими пользоваться, поменять. Но чтобы их поменять, надо быть резидентом в стране. Чтобы сделать резиденцию, надо иметь право на жительство. Право на жительство они называют здесь permesso di soggiorno. Permesso di soggiorno, чтобы сделать, я в свое время, когда-то, но это вообще не пример, потому что прошло куча лет, заплатил за это, ну не буду говорить сколько, но заплатил за это деньги. Эффективно поставили меня как будто на работу, ждал восемь или девять месяцев, но перед этим находился уже в стране два с половиной года нелегально. То есть на это уходят два, три, четыре года. Сейчас все намного хуже, потому что в связи с этими эмигрантами с африканского континента, короче, они ужесточили. Это актуальное правительство как раз и проехало в парламент на таком популизме, что мы остановим волну эмигрантов. И под эту волну эмигрантам входят все, там нету разбора, что африканцы или мы с европейского континента перестали выдавать вот эту так называемую санаторию. Санатория это такая, знаете, как будто амнистия, так скажу, да, как будто амнистия, потому что в кавычках они понимают, что в стране находится какое-то количество нелегалов. Они выдают эту санаторию и по этой санатории, там где они нелегально находятся на работе, на это закрывают глаза, они могут прийти с ихним работодателем, где никто его не будет за это штрафовать и подать документы на легализацию, на это Permesso e Sojourn. Эти санатории, я, раньше выходили раз в 4 года, сейчас уже 6 лет ее не было. Когда они выходят, есть какой-то лимит. Я точных цифр не знаю, потому что уже имея гражданство Италии, я этим не сильно интересуюсь. Ну так, слухи ходят, да. Значит, лимит, например, там на какой-то город, там 2000 человек. Вы понимаете, что там может быть в это время 20 тысяч, которые об этом мечтают. Там кто шустрее, у кого адвокат шустрее, кто денег больше дал. Ну, по-разному бывает, смотря от региона, от зоны. Короче, я к этому все рассказываю, что сделать это крайне сложно сейчас. Причем это может быть смешно выглядит, потому что вы послушайте мне, скажете, ну на мировом рынке что такое Италия, зачем сюда ехать? Здесь не все так, ну все знают, кто ездит, видят Испания, Португалия, Италия. Это далеко не те страны, которые можно расхваливать в плане эмиградатам лучше, чем у нас, на нашей родине. Но тем не менее, куча всяких недостатков. Но это ни о чем не говорит, ребят. Не всегда страна, которая далеко не идеальна, легче в нее зайти, чем та страна, где большие заработки и высокий уровень жизни может быть такой, что туда эмигрировать еще легче. Италия не считается, не относится к тем странам, куда легко зайти и легко легализироваться. Сейчас, что относится к дальнобою, ну это уже исходя из вышесказанного, вы понимаете, нет смысла разбираться, принимает код 95, не принимает украинские права, ничего почти они это не принимают. Хотя 95 код, если бы вы, например, уже стали резидентом, получили это пермесю и суджорну, и тут у вас всплыл бывший в вашей жизни, у меня есть польский код 95, скорее всего с какими-то пересдачами вам бы что-то там засчитали, потому что поляки для них члены Евросоюза. Но не так прямо, что поменял корочку на корочку, потому что сам код, как я слышу, вот эти ускоренный курс, ускоренный курс, здесь на Чикучи, вот это Чикучи называется, чтобы сдать, нужно как минимум, как у нас говорили, на 4-5 учиться в школе. На 600 страниц книжку выучить наизусть. Раньше был устный экзамен, что говорилось шестью, по-моему, инженерами, группу набирали полгода, там желающих было около 10 человек на весь регион, пятеро обычно убегали до половины курса, потому что понимали, что им это не по силам, и потом еще половину не сдавали от этот экзамен. Это я вам рассказываю не с интернета, и может быть где-то в каких-то регионах это лучше, это мой друг здесь сдавал. Это резко обрезало желание всем сдавать водителями, потому что получить этот документ стало очень тяжело. И стоит это от 2 до 2,5 тысяч евро, смотря от региона. Судя по тому, как вы шустро все получаете ускоренный курс кода 95, сам фильтр получения нашего чекучи и вашего ускоренного кода 95 несоизмеримый, разные. Поэтому, чтобы его один к одному меняли, как-то там тоже, наверное, они дурочки сидят. Ну, дай бог, возможно, но все это, все-таки повторяюсь, возможно, если вы находитесь здесь легально, если фирма может на вас оформить рабочий контракт. Об этом говорю еще раз, никто почти не спрашивает. Если вы приехали там с украинским или... А, кстати, лазейка есть, лазейка, если у вас прибалтийское гражданство, то это как и польское, да, это да, тогда можно о чем-то говорить. Делать здесь резиденцию, подавать на замену этих прав. И, по-моему, раньше было, я думаю, что и сейчас это, когда вы уже резиденцию сделали, вам дают некоторое время, раньше было это год, я не знаю, сколько сейчас. Вы можете даже приступать к работе на, скажем, польских правах, да, и сразу открывать практику по замене их на итальянские. Но, тем не менее, уже на месте не стоите, да. Но так, чтобы вы приехали, у меня код польский, но у меня без визы, или у меня там польская виза, никакая фирма в Италии вам рабочий контракт не сделает. На почве чего? Это просто абсурд. Потом сразу хочу сказать, что наверняка, если кто-то посмотрит это и послушает, скажет, да ты, Богдан, вам не рассказывай сказки. У меня в Италии дружбан работает. Короткая ремарочка, да. Италии бывают две. Я уже говорил это, ничего не хочу сказать тех против южан, но кто пацаны ездят, знают, что такое юг Италии, кто север. Конечно, вас там возьмут где-то на Сицилии, на Калабрии, и вы даже не будете знать, что... Вам может даже контракт какой-то покажут. Я вам говорю сейчас про цивилизованную Италию, та, которая на севере. И тех фирм, которые не хотят влипать в неприятности. И сами, и вам не сделают неприятности. То есть я вам говорю о легальной стороне медали, да. Если же кого-то там взяли с какой-то польской, чешской визой, и он работает на фуре итальянской, и это уже год, и уже останавливала полиция, и все окей. И это не окей. Это просто он думает, что окей. Я вам рассказываю, как обстоят дела. Попасть в Италию и на фуру на самом деле не с той стороны, с которой вы меня спрашиваете. Не важно, какие права и какой чекучи. В это даже не стоит. Важно легализироваться, как здесь находиться. То есть получить, другими словами, вот это, permesso di sujon. Что сейчас стало так сложно, почти невозможно. Еще есть вариант жениться на итальянке. Или выйти замуж, если это для девушки, за итальянца. Это намного проще. Это намного быстрее делается, да. Еще есть шанс, если там, ну это должна быть, по-моему, брат, сестра, близкие очень родственники, делают воссоединение семьи. Но у них должен быть очень хороший доход, жилплощадь. Это тоже очень длинная бюрократическая процедура. Но он может как бы вызывать, забирать там к себе сюда отца или брата. Ну если есть вот эти выше указанные. И может быть этот брат или отец через год-полтора получит это permesso di sujon. И тогда, может быть, и у него осуществится эта мечта, зайти на итальянскую фуру сесть. Легально, легально. Все остальное, ребят, не имеет смысла. С теми документами, которые у большинства моих подписчиков, ну большинства, потому что я сейчас говорю про украинцев, белорусов, россиян, возможно, еще там кто мне пишет, с Казахстана. Они не могут, Виталий, находиться. Находиться, может неправильно сказано. Они могут находиться здесь туристами в гостях. Они не могут работа устройства, да, вот устроиться на работу легально по вот этим документам. По вот этим безвизам или туристическим визам. А рабочую визу им никто не даст. Ребят, я надеюсь, что мне удалось ответить на ваши вопросы. Потому что вот эти все эмайлы и то, что вы мне шлете, мне неудобно вас отфутболивать. А всем отписывать это очень накладно. И тем более ответ вы поняли какой негативный. То есть смысл писать одно и то же, дублировать всем. Я надеюсь, что вы меня услышали и поняли. До свидания, желаю удачи, будьте здоровы.